В борьбе за победу. Сегодня завершился трехдневный турнир по синхронному плаванию Евпатория Оупен. Более ста спортсменок выступили с различными номерами. Чем удивляли синхронистки и какие результаты показали евпаторийские девчонки в сюжете Екатерина Булькач. На финальный день турнира оставили все самое интересное. И не только награждение ждали зрители и участники. Самая яркая дисциплина синхронного плавания «Трофи Профессионал» – целая театральная постановка, в которой спортсмены, артистки и артисты. Мальчики для этого вида спорта – большая редкость. Москвичи Владислав и Ангелина Берг – родные брат с сестрой и в спорте стали партнерами. Так появился дуэт-микс. Тут мало мальчиков и тут можно быстро дойти до ампиады. Мне комфортно, но я ему считаю каждый раз под водой. Хотелось бы, чтобы он тоже подсчитывал. Это единственный пока что в России микс-дуэт маленький. Конечно, у нас есть Александр Мальцев выступает в старшей сборной. А это подрастающее поколение. И Владислав у нас тренируется меньше года. И показал прекрасные результаты. Он уже стал чемпионом Москвы. Сегодня мы выступаем тут. Показательное выступление. И, конечно, стремимся к новым успехам и победам. Уникальный дуэт занял на турнире второе место. А некоторые спортсмены поднимались на почетный пьедестал несколько раз. 14-летняя москвичка Виктория Штав стала одним из лидеров соревнований. Девочка, являясь чемпионкой Москвы по синхронному плаванию, и сегодня унесла с собой три золотые медали. Нужно всегда верить в себя. Потому что если ты не веришь в себя, то ничего не получится абсолютно. Нужна абсолютная поддержка сильного тренера и родителей. Потому что если бы у меня не было поддержки мамы, то я бы ничего не добилась абсолютно. Уровень подготовки участников, безусловно, разный. Здесь и начинающие, и титулованные спортсмены. Но большой потенциал как ребят, так и самих соревнований отметили все. Здесь даже среди судейского и тренерского состава те, кто вырастил уже не одного чемпиона. Вы знаете, уровень подготовки уже намного лучше. Ну, то, что, во всяком случае, вижу я. То есть есть дети сильные, и уже в Евпатории дети очень хорошие есть, и в Сургуте есть. То есть регионы, конечно, поднимаются, и это очень приятно, что вот есть такой турнир, который, в общем-то, дает шанс пробиться еще и, грубо говоря, другим городам нашей России. И очень хотелось бы, чтобы они тоже входили там, хотя бы попытались что-то войти там в национальные эти сборные, в команды сборные, чтобы они тоже были, ну, как бы поднимали школы эти. На торжественную церемонию закрытия турнира приехала министр спорта Республики Елизавета Кожичева. Дети не упустили случая, и Елизавета Васильевна сразу оказалась в центре многочисленных фотографий на память. Мы это разноферное мероприятие такое по синхронному плаванию. Очень много команд приехало, это очень радует, что в Крым едут, и синхронное плавание развивается быстрыми темпами в Крыму. По итогам прошедших соревнований общекомандное первое место у синхронисток из Королева. Второе место также у подмосковной команды «Электросталь». Бронзу в общем зачете поделили две московские команды. У эфатерийских синхронисток на этот раз одно первое, одно третье место. Перерыва на отдых у девочек не будет. Они сразу начнут готовиться к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в июле в Сочи. Туда отправятся 11 наших спортсменок. А на базе Центра спорта «Эволюция» синхронистки вновь соберутся в декабре на открытом Кубке Крыма по синхронному плаванию, который к тому моменту приобретет статус общероссийских классификационных соревнований. Екатерина Булькач, Евгений Малышев. Новости Евпатории.